Хотя программа масштабного онкоскрининга существует уже 8 месяцев, подводить глобальные итоги еще рано. Но первые результаты впечатляет даже не специалиста. После того, как мамографию поставили на рельсы, точнее на колеса такого передвижного центра, находить образование на ранних стадиях стали на 17% чаще. И главная цифра – половина всех раков на той стадии, когда можно спасти жизнь. В этом передвижном центре разглядеть уникальные технологии не так просто. С виду небольшой фургон с простым аппаратом рентгена. Но вся магия начинается уже после того, как лаборант-рентгенолог сделал снимок. Ведь этот снимок уходит сразу двум врачам, и они выносят свое мнение независимо друг от друга. Ну а если их мнение расходится, то этот же снимок отправляет еще одному, третьему врачу. Что важно, в самом передвижном центре не обязательно присутствие врача. Достаточно лаборанта-рентгенолога. Очень много было случаев выявления в наших отдаленных районах. Причем после путешествия нашего в прошлом году по этим районам уже гораздо больше людей приходило на обследование, имея наглядный живой пример, что человека обследовали, вовремя прооперировали. И человек как бы сейчас дальше живет полноценной жизнью. Пока сетуют медики, очередь на осмотр хоть и стабильно длинная, но большая часть, что называется, по направлению. Тех, кто осознанно раз в год идет на маммографию, когда ничего не беспокоит единицы. Я давно собиралась пойти сделать вот эту процедуру, но как-то нет времени еще, я работаю, вот, это же надо заранее взять направление, записаться. А здесь я прохожу, просто случайно прошла, посмотрела, стоит машина на рот. Изначально многие женщины говорят, что они не хотят обследоваться, потому что у них нет никакой проблемы, их не беспокоит ничего. То есть руками они не ощущают ни дискомфорта, ни наличия какой-то опухоли. Никакой клиники абсолютно нет, они абсолютно здоровы, но это только, то есть, вот их ощущения. А по рентгенологическим признакам или УЗИ до обследования все-таки есть заболевание. И тут главное, насколько реально опыт Калужской области, что называется, тиражировать. Что сейчас произошло? 8 месяцев работы. Обычно скрининговые проекты дают свои результаты через несколько лет. Мы сейчас можем только сказать о перспективности, он представляется перспективным. Три вида скринингов, которые сейчас во всем мире уже внедрены, они доказали уже на данных Всемирной организации здравоохранения свою экономическую эффективность. В ближайшее время эту программу опробуют еще в нескольких регионах. В частности, речь идет о Московской, Нижегородской и Воронежской областях. Так что, если вы женщина, вы в своем городе заметите вот такой фургон, не проходите мимо. Он уже спас несколько десятков жизней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова